здравствуйте дорогие друзья что-то давно на канале не было сладенького давайте побалую вас вкусным сладеньким и очень полезным у меня есть вот такая моя любимая база это чешский хрусталь который мы везли из чехии из праги это было конечно очень смешно мы как цыгане сидели в этом самолете ноги вот так у нас были на хрустале потому что праздновали день рождения моего мужа и друзья с которыми мы там отдыхали умудрились подарить нам огромный тяжелый хрустальный чайный сервис я уже думаю раз нам это тащить потому что мне она очень понравилась я подумала что для этого печенья это будет просто идеально сегодня готовим очень вкусное печенье и для приготовления теста наполненного всякими полезностями нам понадобится 2 яйца один десятиграммовый пакетик ванильного сахара и полная чайная ложка разрыхлителя также 200 грамм сливочного масла и 400 грамм белой муки высшего сорта а для того чтобы сделать печенье более полезным я заменяю часть белой муки иногда даже половину цельнозерновой мукой полбы так называемой спельтовой мукой из вкусных полезных добавок нам понадобится 250 грамм овсяных хлопьев для большей пользы нужно взять грубые овсяные хлопья ну а если таких не оказалось подойдут и мелкие хлопья быстрого приготовления также возьмем 200 грамм сахара можно взять белый сахарный песок но я предпочитаю использовать коричневый а из вкусных полезностей я выбираю добавлять 200 грамм грецких орехов и 150 грамм сушеной клюквы на мой взгляд это самое удачное сочетание получается очень вкусная выпечка еще очень вкусно с семечками также можно добавить кунжут любой другой орех и все что придется вам по вкусу тесто на печенье будем замешивать в большой глубокой широкой миске отправляем в нее 200 грамм сливочного масла или комнатной температуры или слегка размягченная в микроволновке добавляем два довольно крупных яйца также 10 грамм ванильного сахара ну или можно взять ванилин на кончике ножа и всыпаем 200 грамм сахара я предпочитаю добавлять коричневый хоть это тоже сахар но из двух зол выбираю меньше все это в миске слегка перемешаем перед тем как добавлять муку но и добавки всякие в полученную смесь всыпаем 400 грамм просеянной муки и к этой муке сразу же добавляем чайную ложечку с горкой разрыхлителя начале соединим разрыхлитель с мукой слегка вот так сверху и замесим наконец наше основное тесто вначале перемешаем все с помощью лопатки а когда все это перемешивать лопаткой уже неудобно продолжаем перемешивать рукой долго работать с тестом не нужно нам просто надо соединить все ингредиенты в одно единое целое вот сейчас у нас основное тесто уже есть она мягкая очень нежная и теперь можно добавлять всякие полезные вкусняшки всыпаем 250 грамм грубых овсяных хлопьев и продолжаем перемешивать как только овсянка распределиться по всему тесту более менее равномерно можно добавлять остальное прелесть этого рецепта в том что с ним можно играть в качестве добавки можно добавить семечки можно добавить кунжут чая все ваше любимое что может вам понравится внутри печенье это шоколадные капли это орех пекан это арахис миндаль то что найдется дома я не пробовала не добавлять всегда готовлю с добавками и это очень вкусно мое любимое сочетание добавок это грецкий орех и клюква клюкву добавляем такой как она есть мы ее измельчать не станем а вот грецкий орех надо немного порубить именно порубить острым ножом никак не продавливать скалкой или в блендере нам нужны целые кусочки орехов и чтобы эти кусочки не были слишком крупными примерно как половинка четвертинки грецкого ореха рубленые орехи отправляем в миску и все перемешиваем кстати предварительно орехи поджаривать в духовке или на сковородке не нужно они и так поджарятся достаточно при выпечке печенье тесто для печенья получается достаточно плотным важно чтобы все ингредиенты слиплись хорошо и тесто не крошилась а если яйца очень маленькие и тесто крошится можно добавить пару столовых ложек воды а теперь делаем наши заготовочки визуально делим наше тесто на 4 или 5 частей и каждую часть выкладываем на пищевую пленку делаем из теста продолговатую форму и слегка надавливая формируем плоскую колбаску плотно заворачиваем пищевой пленкой и ставим на что-то плоское например на деревянную досочку когда мы все тесто превратим в 4 5 вот таких заготовочек отправим их в морозилку и для того чтобы они заморозили с идеально ровной поверхностью снизу и чтобы было удобно их потом нарезать очень важно их заморозить на ровной плоской поверхности эти заготовочки замораживаются именно с той целью чтобы потом нарезать очень красивое ровное печенье в принципе этап с морозилкой можно пропустить но тогда печенье не будет таким привлекательным тоненьким и аккуратненьким отправляем заготовочки в морозилку до полного замораживания что это составляет хотя бы два часа ваза полная бывает крайне редко потому что все очень любят эту выпечку когда тут уже запасы убывают я пеку заново и очень удобно печь заново потому что заготовка всегда в морозилке пришли гости быстренько нарезали пока духовочка разогревается отправили в духовку и у вас очень вкусная ароматная свежая выпечка от которой будут в восторге все ваши гости это я вам обещаю как только заготовочка заморозилась распаковываем ее в это время включаем духовку режим верх-низ конвекции или без конвекции температура примерно 170 градусов цельсия заготовку нарезаем поперек довольно тоненько примерно 45 миллиметров тоньше не получится потому что будет тесто крошиться скорее всего потому-то мы и рубили орехи для того чтобы потом лучше резалась заготовка поскольку нужны некоторые усилия для нарезания такого теста рекомендую между ножом и ладонью положить рукавичку или полотенце сложенное в несколько раз тогда нож не будет больно давить в ладонь мне очень нравится что печенье все получаются довольно одинаковые одинаковые толщины одинаковые длины плоские длинненькие и очень симпатичная не просто резать если очень трудно вам резать вы можете на 10 минут оставить замороженную заготовочку на столе чтобы она слегка смягчилась но не до полного размораживания почему нужно резать замороженный чтобы была красивая форма печенья ровненькая со всех сторон потом на противне как солдатики они у вас стоят весьма приятно и очень успокаивает тот факт что полезных ингредиентов здесь больше чем не полезных что наблюдается в выпечке крайне редко застилаем противень пергаментной бумагой выкладываем печенье стройным строем на небольшом расстоянии друг от друга а часть заготовочки которая не поместилась на противень можно отправить обратно в морозилку снова обернув пищевой пленкой духовка разогрета до 170 градусов цельсия у меня режим вверх-вниз загружаем печенье на выпечку немножко расскажу вам предысторию откуда у меня этот рецепт я его не придумала сама я его выпросила в одном отеле мы отдыхали в грузии всей семьей и были в каком-то очень таком глубоком уголочке где было всего лишь два отеля один был ну совсем страшненький а второй был получше мы остановились в том что получше на завтрак мы пришли попить кофе и нам подали вот такой красивый поднос с несколькими видами печенья и это печенье оказалось таким вкусным что я просто пошла на кухню и умоляла дать мне рецепт и вот так вот мне из-под полы написали рецепт и вручили сказали никому не рассказывать что мы вам дали я не расскажу какой отель дал но я скажу что рецепт я немножко изменила потому что я дала больше добавок чуть меньше сахара чуть меньше масла и получилось что-то совершенно шикарное и потрясающее время выпечки печенья зависит конечно же от конкретной духовки я рекомендую после первых десяти минут выпечки стоять возле духовки и не отходить потому что подрумяниваться печенье начинает очень быстро и запросто может сгореть а если у кого-то духовка очень сильно можно температуру снизить через первые 10 минут до 160 или даже до 150 градусов цельсия ну и конечно же степень румяности печенья вы можете регулировать по вашему вкусу мое печенье пробыла в духовке ровно 23 минуты горячему печенью обязательно нужно дать время для того чтобы она полностью остыла на столе и только потом складывать в герметичный контейнер или в хрустальную вазу или еще куда-нибудь с плотно закрытой крышкой так они долго останутся хрустящими и очень ароматными ну что ж я заполнила свой любимый хрусталь какой тяжелый и знаете у меня дочка очень любит перед садиком съесть одно-два таких печенья и я спокойна потому что там много всего полезного там есть орехи клюква овсянка не быстрого приготовления такого грубого, грубого, как это сказать, толчения что-нибудь, в общем, она практически цельная. Так что смело можно готовить своим деткам, своим любимым, всей своей семье и не бояться, что это что-то вредное и сладкое. Эта ваза всегда стоит у меня на столе, а когда мы хотим немножечко разгрузиться, она стоит у меня в шкафу. Но все, кто приходит, знают ее место, и у нас есть один даже товарищ, который приходит, становится возле этой вазы и пока не съест половину, не отходит. Вот такое любимое печенье. Обязательно попробуйте это испечь, это очень вкусно, запах невероятный, потому что сливочное масло очень приятно. Кстати говоря, если кому-то интересно, как приготовить это, чтобы было постным, без яиц, можно заменить кокосовым маслом и еще кое-че, и дойти до нужной желаемой структуры теста. И печенье будет пышным, вкусным, хрустящим и очень полезным. Если интересно, сниму также постный вариант этой выпечки. Ну что ж, дорогие мои, пеките на здоровье. Я уверена, что многим из вас это печенье понравится и станет одним из ваших любимых. Ну и, конечно же, не забудьте отметить это видео лайком, если оно вам понравилось, и тем более, если вы испекли и вам было вкусно. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ну а в моем Инстаграме есть деятельность каждый день. Там обо всем и о кулинарии, и о жизни, и о цветочках, и о птичках. Обязательно заходите ко мне в Инстаграм, профиль вы видите на экране. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам вкусных, ароматных, добрых запахов в доме. И до очень скорой встречи в новом видео.